приступим к написанию партии бас-гитары я не знаю есть ли у вас с f2 библиотеки которые хорошо имитируют работу бас-гитары поэтому для тренировки рекомендую вам выполнить следующие действия значит загрузить бас-гитару таким образом insert from track template virtual tts1 бас и возьмите fretless бас я же пойду немножечко другим путем мне не нравится звучание этих бас-гитар я буду пользоваться своей собственной библиотекой поэтому я пойду таким же путем как мы писали медь вставляю миди трек обзываю его бас дальше в пункте меню options выбираю sound font следующее свободное место и загружаю свою бас-гитару которой я в общем достаточно часто пользуюсь сейчас я присоединяю бас-гитару к треку канал мы с вами возьмем второй банк теперь уже есть выбор банков бас финг и патч там она одна единственная бас фингерит после чего говорю окей и теперь мы переходим с вами просмотр нотатора для партии бас-гитары опять таки для этого нажимаем кнопку став view видим что нам опять предоставлен по умолчанию скрипичный ключ что нам с вами не шибко нравится поэтому опять идем вот сюда и меняем там ключ на уже басовый теперь такое замечание чтобы значит писать партию бас-гитары желательно вообще видеть перед собой какой-то фоновый инструмент для того чтобы мы не ошиблись ни с нотами и с ритмом ни с чем другим поэтому мы сейчас посредством уже вот этой кнопки и к трек выбираем второй инструмент это орган фоновый не забывайте до нажав клавишу control выделить его и говорим окей таким образом у нас на экране появляется сразу опять таки две партии инструментов это предполагаемая партия баса и партия органа вот сейчас мы будем писать партию баса приблизительно сообразуясь с тем как она звучала у машины времени вот для этого мы возьмем половинную нотку вот что-то вот подобного рода давайте послушаем похоже на правду по крайней мере вот это как она звучит Вообще, конечно, по нотам писать это дело немножко муторное, но зато вы точно попадаете туда, куда надо. Вот мы с вами написали партию бас-гитары для первой части вступления. Вот давайте послушаем, как у вас получилось. Ну вот что-то такое. Можно ее слегка украсить, например, вот здесь вот добавить какой-нибудь такой проход по бас-гитаре. Для этого мы сократим, опять-таки нажав на правую кнопку мышки на этой ноте, длительность звучания этой ноты с 4 до 2, чтобы не переписывать. И зная, что мы здесь закончим на ноте до, мы вот восьмыми нотками прописываем вот такую вот штучку. Давайте вот послушаем, как это будет звучать. Ну вот уже интереснее. Единственное, я вот тут ошибся с написанием нот. Вот здесь у нас аккорд соль-мажор, а я басу почему-то поставил ля. И сам этого не заметил. Исправить это очень просто. Не надо стирать и писать по новой. Надо навести курсор на эту ноту, нажать правую кнопку мышки, и не отпуская правую кнопку, просто подвести ноту к нужному. Вот таким вот образом. Сейчас у нас вроде как все правильно, давайте послушаем еще раз. Поскольку первая часть проигрыша, вступления, ничем не отличается от второй, то мы можем без зазрения совести взять ее и скопировать. Что мы сейчас с вами делаем. Выбрав инструмент стрелочку и выделяя участок, не отпуская правую кнопку мыши. Когда мы выделили все, мы правую, левую, извините, левую кнопку мыши, мы отпускаем ее. И у нас, как вы видите, выделенный участок стал другого цвета. После этого мы идем наверх и нажимаем кнопочку копия. Ставим курсор на следующий нужный нам такт и говорим паста. Еще раз обращаю ваше внимание. Не забывайте сверяться с этим окошком. Правильно ли стоит курсор. Потому что стоит сдвинуть положение курсора хотя бы на одну единичку, третью после запятой, как вы уже услышите разнобой в работе инструментов. Нажимаем ОК. И получаем написанную партию бас-гитары для вступления. Давайте мы вступление с вами и послушаем, чтобы проверить, все ли у нас тут хорошо. Ну вот. И теперь мы продолжим писать партию баса уже для куплета.